Привет подписчикам канала YouWebDesign. Сразу скажу, этот ролик это видео пришел к 236 выпуску. Это прогулка по Челябинску. И да, то есть в этот раз пришел снова открытое. Напомню для тех, кто не помнит, пришел это то, что не вошло в наш основной подкаст «Суровый веб». Оно входит в пришел и там где-то час тоже контента, который мы с Никитой тоже хотели обсудить, но он по каким-то причинам не подходит для основного подкаста. То есть он немного не про IT или там он просто про наше что-то личное. Обычно пришел доступно только нашим патронам. Ссылки на патреон у нас есть, как всегда, в описании. Причем за любой тир, то есть можно даже один доллар в месяц заносить и получать пришел. Но при этом в этот раз пришел открытое. Мы давно обещали сделать какую-то прогулку и вот она здесь. Сразу предупрежу для тех, кто хочет в описании сейчас пропустить это приветствие, перейти непосредственно к пришелу. Там хреновый звук. То есть мы его записывали месяц назад и в принципе то пришел явилось таким, такой последней каплей для того, чтобы мы поняли, что надо что-то делать с нашим звуком. Вот эти все бесконечные факапы уже надоели. Поэтому мы купили оборудование. Мы писали то пришел на телефон, на телефонный микрофон. А Никита писал на микрофон, который подключен к GoPro, вот на эту петлю. Но петля подключается в GoPro через один переходник, через специальный адаптер. Плюс пятая GoPro постоянно тупит с микрофонами. Как бы не то чтобы это нам оправдание, можете загуглить, она действительно постоянно тупит с микрофонами. И короче говоря, весь звук с GoPro зафакапился. Там нет звука, весь звук берется только с моего телефона. А на телефоне меня слышно, потому что я его несу. А Никита, если он отходит особенно подальше, его вообще почти не слышно. Вдобавок к тому в тот день был жутко ветер. И мы как-то... На петле-то есть ветрозащита, а на айфоне нет ветрозащиты. Поэтому там не звук, а просто кусок говна. И мы такие воодушевленные записали. Вау, классно. Я прихожу домой, открываю сурсы. Такой, бля, как с этим работать? Ну то есть прям было реальное отчаяние. Спасибо всем вам за поддержку. За то, что вы писали, интересовались вообще, когда там новый контент, когда что. Потому что если бы не это, мы, мне кажется, вообще бы свернули весь проект просто нахрен и все. Потому что, ну реально, было такое достаточно сильное отчаяние по этому поводу. Вот. И мы такие, все, надо собраться, надо купить нормальное оборудование, надо все сделать. Поэтому мы купили Zoom H6, вот этот портативный рекордер, на который я сейчас пишу звук с петли. Для того, чтобы звук писался отдельно. Здесь SD-карточка. Здесь можно писать до четырех микрофонов вот в эти входы. И сюда можно писать либо с вот этих встроенных микрофонов, либо тоже вот я тут петлю одну пишу. Просто для удобства, без переходников, без ничего. Кто хочет, потом на канале будет обзор на Zoom H6. Это не сейчас. Он там наполовину снят. Наполовину надо еще доснять всякие тесты, бенчмарки и так далее. Плюс мы купили две беспроводных системы для микрофонов Rode Wireless Go. Для того, чтобы, собственно, беспроводно ходить. Чтобы мы могли отходить друг от друга. Звук в них писался. И звук шел в Zoom. И как бы все. Со звуком, чтобы не было никаких факапов. Какие-то следующие выпуски будут уже классные. Например, пришел к 237 выпуску. Кизирю вам. 236, как вы видите, пришел открыто. 237 уже будет снова только для патронов. Оно тоже в видеоформате. И там я собираю наш новый компьютер для подкастов. Вот сюда, ко мне в офис. Где я теперь провожу большее количество времени. И мне нужно, чтобы здесь была какая-то рабочая машина. Я собирал там компьютер. Никита по скайпу, по веб-камере смотрел это и комментировал. Мы тоже как-то скомпонуем, смонтируем. И, в общем, выпустим тоже в видеоформате. Но только для патронов. Там уже будет классный звук. Поэтому смотрите на канале. На Rode тоже будет обзор. Спасибо всем, кто дослушал это длинное предисловие. Без него просто было бы непонятно вообще. Просто сразу при шоу, сразу говеный звук. А текстом как-то объяснять не хотелось. Поэтому я записал это обращение спустя месяц после при шоу. Чтобы сейчас туда это подмонтировать. Чтобы как-то оправдаться за то, что там получилось. Поэтому всем вам огромное спасибо за поддержку. Я надеюсь, это последняя действительно капля была. И дальше у нас звук будет только лучше и лучше. Поэтому шестой сезон. Вперед, пришел к 1036 выпуску. Погнали. Это может она выключилась просто? А как? Сажать? Нет, блядь. Просто вот эту включить. Боковую, боковуху. Ну он так тоже пишет, да. Но он потом при выключ... Ну да, сейчас главное, чтобы SD-кар дырора не было. Люди. Вот здесь место начала шоу не изменить нельзя. Я продаю свой. Смотри, что ты там протираешь. Короче, меня слышит наверняка лучше, чем Саню стоят тысяч миллионов раз. Я буду у него интервью брать, просто подносить к нему камеру. И снимать меня какой-нибудь лацком. Мне не надо слова уже называть лацком. Причем у меня, естественно, тоже кабельки попадают, скажем так, на камеру. Но самое смешное, что я иду с зонтом. У тебя больше с зонтом, мне кажется, капает на нее. Думаешь? Почему? Потому что он из Галамарта. Я такой покупаю, думаю, вау, классно, черный зон. Потом вот так открывается, когда уже купил, а там баба яга. Так это киньбрут, наоборот. Это типа модное говно. Ну это их бренд Галамартовский. Это стременно, что я с фикс-прайсовским зонтом буду ходить. То есть это такой полузашквар, но как бы да. Короче, мы идем, я не знаю, сколько вам. Я иногда рукой протираю кран, чтобы банану больше подрезать. Да, тут будет рваный монтаж, скорее всего. Тут вообще будет такая же воднина будет. Мы сейчас идем. Интересное место, куда у меня не видел в Шелябинске. Пеки есть. На самом деле, я ничего не видел вообще. Если я никуда не хожу. Саня, мне что-то покажут? Так скажем, набережной. Можно это назвать набережной? Можно. Ну то есть любая хрень, которая на берегу реки, это набережная. Даже если это не асфальтированная херня, а просто грунтовая дорога, на которой на гужевых повозках ездят, это все равно набережная. Так это аутично выглядит, что мы друг друга снимаем. Там скорее всего есть у нас инсталляции. Да, да, здесь стоят инсталляции какие-то малые формы. А это когда включает камеру, мы же проявляем снимать, что ли? Вон там он просто гасит экран, чтобы не разряжать. Я не видел, что я снимаю. Я понял. Короче. Я видел статью на 74.ru и видел в инстаграме у нашего мэра, что она говорила, что там круто. Если она говорила, что там круто. Я тебя, Саня, сниму на фоне, здесь где-то спа-салон может быть. Вон он уже сразу. Вон он он. На втором этаже, вон там вход, да. Уже карточки. Смотри, это же достаточно глупо. Делать спа-салон именно на самый центральный уровень. С одной стороны, это классно, злачно. Но с другой стороны, если бы я хотел трогить спа-салон, я бы, наверное, не пошел именно в самый центральный. Как-то это, ну, не гигиенично было. А так сказать, гигиенично в подвороте. Это, знаешь, да, по разрушителям легенд. Оказывается, что в первую кабинку ходят меньше всего. На самом деле, хотя все думают, фу, первая кабинка самая застанная. Вот все так думают. Вот тут то же самое. Здесь, о-х-х-х. Вот это нормально было. С одной стороны, да, с другой стороны, я думаю, так человек не думал. Сказать, что в первую кабинку все и ходят. Ну, вот после той передачи особенно. У нас здесь пожарный, пожарник. Я надеюсь, мама отправилась в кабинку. Пожарник. У меня здесь огромная кабинка пала прям на... Так, походу, его закрыли уже, знаешь? А, да? Мы хотели бы закрыть. Или, опять же, по Лебедичу. Просто, говорит, ресторан в Москве был. И он, говорит, чтобы беспалево работать, налепил везде наклейки и аренда. А внутри все работало просто. Но к ним не заходили потом. Ну, в смысле, проверяющие, потому что аренда, да. Заходили только те, кто знает. Надо здесь театр, опера и балета. Ну, правда, немножко заходили. Это летник, как бы он скрывается. Ну, летник сейчас пройдет, как по порнофильмам. И это пройдет. Я вот видел там, что здесь, да. Что это за баллон? Это Black Star Burger переносной, наверное. Переносной. Ну, то есть, или их коллеги какие-то. Я понял, да. В целом, выглядит как что-то красивое. У нас здесь типа центра города, все бывает. Это сквер, тоже, кстати, малые формы. Я, Саня, малую форму, Саня, смею. Он по поводу саммитов Шоссе-Брикс, которые так и не состоялись, был сделан. Я в лужах. Ну, главное тебе не ударить в грязь лицом хотя бы. Погоди, что такое малые формы? Да откуда я знаю? Я видел просто в какой-то статье, что когда какие-то маленькие руки лежат или что-то такое, то это малые формы называется. Ну, короче, я сейчас, я знаю точно, что называется малыми формами. Сейчас мы до туда дойдем. И потому, как это выглядит, попробуем восстановить. Обратный инжиниринг провести. Если вот это малая форма, то что такое в общем? Просто интересно, как банан будет брать оба звука. Ну, ты, в принципе, правильным вопросом задался. Как будет звук мой брать отсюда? Я с другой стороны, это же легко. Это легко, он возьмет, сведет и будет задвоение звука просто. И будет ты и тихий игрок. Вот, да, будет обычный наш звук. Ну, все-таки за идеальность. Меня устраивает. Еще пешки и пешки. Блоги все. Тут все еще есть киоск Вечерний Челябинск. Я думал, их уже отжали у них бизнес. Остались только распечати, но нет. Ну, там у меня недалеко от дома есть распечать. Так что, видимо, все работают еще. Чишка Лофт Бар. Да, согласен. Говорят. Поговариваю. Вообще, мы с тобой не сказали, это что все? Это все пресс-шоу. Это пресс-шоу? А шоу-то будет? Ну, шоу не сегодня, видимо, будет. Ну, да, я имею в виду, смотри, трамвай ездит. Ты имеешь в виду, бывает ли вообще элемент шоу в нашем сегодняшнем съемке? Да. Кому-то Саня прямо позади, сел с наушечкой, с этим беленьким правом. Ну, блин, к сожалению, нет. Здесь черно-белый фон. Он на бульоне? Вот это филармония городская. Там справа картинная галерея городская. И там куча офисных домов. Как сюда машины заехали? Я думал, сюда нельзя. Хотя, судя по тому, что там S-классы стоят. Смотри, там эта дорожка. У нас люди любят людей других. С-класс. Надо было в ебать режим не беспокоить. Мне позвонили, все крашено. Я так и понял. Ну ладно. Сидет? Ну да. Так вот пришел к 2036 выпуску. 2036 выпуску. Ну ладно, пока мы немножко собрались сегодня. Ну да, но у нас, понимаешь, мы как государственная машина. Как дед. Если уже запланировано голосование по праву, уже только коронавирус его можно сдвинуть. Давай мы еще покажем, что там сегодня будет у нас. Именно сегодня. Музей, кстати, уже разрешили. Такое чувство, что ты меня просто насильно сюда привел. Давай сейчас входим на Андрея Старцева, Миха Лабиринта. Музей на краше. Мой краш. Парад Победы. Лето. Весело спорить. 75 лет ядерной отрасли. О! Борода у щелка, конечно, интересная. Выбрит. И ваше пандус. Это для нас. Для людей с дисабилитис. Только со стороны парадного крыльца на труда. Там, кстати, ты бы видел этот пандус? Там Церетели бы позавидовал. А, собственно, мы сейчас его посмотрим. Он гигантский. Он просто огромный. Вот это здание старого геологического музея. Это оранжевенькое? Да. Песочное? Да. Я в нем был, когда оно еще было розовое до покраски. И когда там еще была реальная экспозиция геологического музея. Сейчас, собственно, она здесь внутри. Ну, смотри. По Гарри Поттеру что-то под лестницей. Все в граните. Тут, да, можно в граните отменить. Науки. Короче, здесь хорошо. На самом деле, кажется, все хорошо. Нужно себя снять. Ну, выбежит и выбежит. Че, мы не выбежем, что ли? Прикинь, вот это внутри GoPro будет использована, когда мы от охраны убегаем. Да, по Нейшулеру отстреливаться от них будем. Из зонта. Ну, короче, вот так вот именно будем себя снимать. Точнее, руки надо снимать. Ну, ладно. Вон, огромный пандус. В смысле, а что из этого пандуса? Ну, вон он, вон там. То есть, чтобы ты на каталке мягко мог заехать. Не по скейтбордистам прыгать, по лесенкам. Вот лесенки. Вот. Красная еще плитка такая прикольная. Можно кайфовать. Показать вылез. Я вот че понял. Ну, у нас, собственно, из гудисов только один гудис. Давай пандус посмотрим, а потом сюда пойдем. Да, на себе жало. Че, ты говоришь? Россия священная наша жало, говорю. А, а. Ни хрена тут камеру смотрит на камеру, на камеру, на камеру. И мы еще их снимаем. Вот, да. Это супербыстрая склейка. Умяу, пандус. Не знаю, зачем. Вот, чтобы скопиться лица. Сразу в мечеть, но. Это наша главная мечеть в городе. Ой, я ссорен. Вон туда пойдем, а там все малые формы сейчас пропустим. Да, малые формы. Вот этот переход внутри тоже есть, но там, к сожалению, все зажалюзино. Это тупо, да, построить стеклянный переход и его весь закрыть? Да, с другой стороны тепло, как он внутри. Ну, это пассанец, которым я офис снимаю. В России, говорит, двери делают, чтобы их закрытыми держать. Вот тут везде всякие кучи пожарных входов, выходов, которые как бы вот спроектированы, но вот да. Малые формы. Не, ну, эти тут тысячи лет уже стоят. Кстати, тут тоже все в плитку закатали, здесь был грунт. Я думаю, знаешь, что пока это сделали? О, сын. Семь. Семь. Сейчас. Не порядок. Семь. Тут пытошная какая-то. О, что это было? Папа, где-то было. Ну, это вам и все. Он стоял на этом, около арбитражного суда, на площади. Это дурой дикимич. Дурой дикимич. Я прочитал, там купаться, конечно, нельзя. Просто потому, что через вот это говно даже не перелезть. Там тупик. Мы не выйдем. А где малые формы? Малые формы дальше на набережной. Тогда пошли. Но там не выйдет. Ну, так давай тут. Да, это сад камней знаменитый. И вот это вот наш позор. Опять же, уже по-урбанистам рассказывать. Что не могут нормально плиткой положить люк. То есть его вот так бетонируют, да. Но, опять же, около дружки Накамуны. По пути мы не домой. Там уже улучшены ноги. Как воробеды, конечно. Сейчас прикольный гадов. Прям такой луман. Семистичный Челябинск. Пустая набережная абсолютно. И малые формы. Сейчас мы до них дойдем. Это вон те элипсы. Собственно, которые около публички лежали. Вот тут такие же лежат. За них везде отчитываются и радуются, что малые формы. Я уже не уехал. Как бонусообразно, я говорю, что у нас есть. Так бонусообразно. Подай на 13. Ну, если там что-то сомневается, я вижу, что я сидел. Ну, может, это замкнул. Что-то сомневается. Да, сейчас мы слышим. Никиту с Рома для того, как он здорово. Возможно, если то, что он на него направлен, все равно вы его слышите лучше, чем меня. Вообще, у нас пришел. Мы хотели обсудить темки. Как хотели, я просто одну приготовил. Ну, давай, я нас поснимаю, чтобы было понятно, что он пришел. Да? Смешно. Ну, черт. И микрофон туда, в стены направил. Ну, ладно. Теперь мы нас обоих, Керово, слышно. Ты, кстати, она выдвигающаяся. Кто? Ну, вот эта вот палка. Да нет, я вот как раз буду, чтобы микрофон рядом был. Ну, ладно. Смотри. Посмотрел интервью у Лебедича Собчак. Не знаю, как по-русски правильно. Или Собчак интервью брала у Лебедича. Или Собчак. Я думал, ты сказал, что это по-русски правильно. Ну, так вот. Посмотрел интервью. Ага. И они там были в метро. Обсуждали, что она ничего не понимает, как наникироваться вообще в метро. Как понимать, как тебе надо пересесть с малой формы на экране. Как нужно пересесть там, на какой станции туда, с какой ветки на какую. Как понимать, какого цвета там все такое. Надо втыкаться. 20%. Давай, куда втыкать. Сейчас снимать. Powerbank? Не, я воткнусь пока в эту. В саму эту хрен. Мне главное... Что у меня в сумочке? Ну, давай, показывай. Пятиметровый удлинитель для микрофона. Зарядка для ноутбука. USB-C зарядка. Придется смотреть все-таки глазами. Походу, я так не нарою. У меня там именно по женским сумочкам куча всего. Это уже дела. Так, увидел. Вот она. Все это происходит. Разумеется, влажность 99,9. Нет, там 100. И вот, как будто я. Саня, наверное, не стекает. Самый университет с татарстоком. И бомб, токнет. Так, сейчас. Надо это в тонус его ввести, брат. О, все. Зелененьким горит. Заряжается. Главное, что в зелененькое не выпало. Ну да. Что, погнали дальше? Да, идем. Там одна белая, почему-то формы мало. Случайно. Вау, а что, почему-то красный и синий. Так вот. Это, кстати, памятник полиции. Ага. Куда вам. Причем, в какой-то конкретный момент. Типа там полиции в Чечне. Ну да. Я не понял. Так вот. И они ходят по метро, и ничего она не понимает, как пересесть на какую линию и так далее. Я вот тебя, Никита, хотел спросить. Надо протереть. Первый раз. Там мутно все стало. Я всегда протираю. Хотел тебя спросить. Ты когда вот бываешь в московском метро, как ты ориентируешься вообще? Я тебе честно скажу. Метро это все-таки такая штука. Если ты постоянно живешь в Москве, то для тебя вообще никаких проблем. А вот за счет чего? За счет того, что она умная, или ты просто запоминаешь? Нет, ты просто привык к всему, к этим правилам. Метро это как правила, не знаю, русского языка или литературы. Ты привык к этим правилам, и ты знаешь, куда. Ты даже, наверное, очень хорошо ориентируешься, когда какую-нибудь ветку на какую-нибудь ветку приедешь. Там что-нибудь чинят, какую-нибудь ветку, и тебе надо перейти по земле и так далее. У нас как раз чинят какую-то ветку. Вот, да. Вообще, по идее, я как ориентируюсь? Во-первых, я установлю приложение. Какое? Сейчас реклама будет. Можно, с одной стороны, можно просто Яндекс с какими-нибудь картами пользоваться, по-моему, они показывают. Можно установить отдельное приложение, типа метрошное. По-моему, есть Яндекс с метро, я не помню. Короче говоря, я к минимуму установлю приложение, как максимум, как минимум, я очень сильно туплю и смотрю, ааа, это вот налево или направо сейчас надо поедить, чтобы поехать. А где смотришь? Ты смотришь на верхние вывески или подходишь к большой схеме? На боковые таблички я такие смотрю. Понимаю, да. Да. То есть я мне либо направо зайти, либо налево, либо у меня вообще не на эту, короче. Не этого цвета. Я сейчас кореном взял из очков метро и, короче, туплю-туплю. Ну а потом, когда вы увидите, то все нормально. Ну смотри, вот Ксения Анатольевна, она говорит, а что? Это мне что, надо дома заранее маршрут подумывать. И Лебич говорит, ну вообще да. Ну так как ты? Даже если, допустим, ты хотел бы не в Минро, а просто по дороге ехать, как-нибудь заранее. Ну как, ты просто сел, да, в навигатор включил и погнал. А, ну да, надо чуть заранее посмотреть, подумать, да. Смотри, здесь какие-то шахты в порядке, как-то так выставлены, лавочки. С другой стороны, тебе постоянно примерно всегда в одно место ехать, если ты часто куда-то едешь, то тогда уже заранее надо еще продумать и просто вообще наизусть знаешь, как еще и туда. Какая-то кварцевая дорога. Но я так понимаю, это еще не доделано, потому что там кварцы и отвалы еще лежат, какие-то вдалеке. Короче, вот такая набережная, она еще не доделанная. И она еще, во-первых, этот сегмент еще не доделан, а во-вторых, там еще дальше, до меня почти, до российской будет такое. Да? Да. Так вообще до российской. Не, ну сейчас там вообще пиздец, там невозможно находиться. Там все в грунте. Я, кстати, не знаю, можно ли мосты снимать у нас в Челябинске, по идее, федеральная собственность, по ней войска будут перебрасывать. Но это нам в Америке такое сказали. Мы едем, снимаем в такси, и нам таксист говорит, чуваки, мы сейчас будем проезжать мост, не снимайте его. Ну мы как бы вопросов не стали задавать, а потом уже, ну, вникли почему. И, в общем, вот да. Москва. Это у нас такой бар был, я не знаю, был он модный когда-то или не был. Он до этого как-то еще назывался. И его все знали, потому что все в Мегу ходят. А где в Меге? Вот. И вот Москва. Так и что, давай маршрут дальше куда пойдем? Мы туда, направо. Я тебе там тоже расскажу про вот эту хрень стеклянную. Вот там был мой бывший офис. Вот зеленое здание АСКО в Траковании. Ну как зеленое? Зеленым стеклом отделано. Вот. Но мы разосрались с арендодателем, и теперь нет у нас на мой сейс. Вот это торговый центр. Когда-то он там какой-то рекорд пробил по самой огромной вот такой крыше страны. На весной непонятно какой. Рядом... Кольца идёт типа манина, как она работает. Да, серебряная калория. Так вот. И он говорит, да, надо продумать маршрут заранее. Я просто... Ты вот не назвал среди приложений Дубльгиз. Дубльгиз тоже, да. Он крутой. Я просто забыл, что Дубльгиз может не использовать. Дубльгиз вообще идеальный. Поставил конечную точку. Тебе сразу показала Игорь. Ого. Да, он даже электрички показывает. Настолько гениально сделано. Я просто во многих городах с Дубльгизом ориентировался. И это лучшее вообще, что предлагает на рынке. Тем более, что его можно офлайн использовать. Вот да. И скачал. Да, да, да. Поэтому это реально очень круто. И там прям показано, где сесть, на какой выход выйти, пойти. Вот. И самое смешное, там еще москвичи или меня поправят, или Лебедича Собчак. Там были циферки. Типа там, там какая-нибудь, я не знаю, Кузнецкий мост 3. И они такие, она такая, что за цифры? И Лебедич говорит, я не знаю, что за цифры. Иди вон спроси у британской компании. Он еще именно бравировал, что он там только схему метро делал. А все остальное делало какое-то британское агентство. И как бы к нему это не имеет никакого отношения. Что типа все претензии к ним. Так вот, а я, когда там был, я понял, что такое цифры. Цифры это выходы со станции. То есть вот станция условно на перекрестке есть. Так. Ой, что-то он поник. Так вот, и на перекрестке она есть. И на перекрестке, соответственно, 8 мест, откуда можно выйти из-под земли. Так. То есть условно, ну вот, ну ты, блядь, ну ты понимаешь, вот перекресток. Да. Вот тут один выход. Один тут, один тут, один тут. Я не знаю, почему я 8 насчитал. Но 4, окей. Просто там на некоторых станциях по 8 выходов. И вот они обозначаются цифрами. И это типа удобное ноу-хау теперь сделано. Что можно не просто говорить, слушай, вот выйди на такой-то, на Октябрьской. И вот, короче, с того угла, где Евросеть. Просто, конечно, на третьем выходе. Ну ладно, я ты понимаешь, как-то там, видимо, так и взрачно сделано. Ну вот я, когда последний раз был год назад, достаточно взрачно. Взрачно? Все? Съело, видимо. Да, я. Ну да. Надо ее теперь пауэрбэнить. Сейчас. Пауэрбэнни. Сейчас у нас маленькая техническая накладка. Так ты пока рассказывал. Так а что рассказывать? Надо мне сейчас хоть тебе зарядку двигать. У тебя есть. У меня есть. А сам бэнк ты чем заряжаешь? Все. Ну что, вот там такая же, надо же рассказывать. Ну да. Короче, да. Сейчас мы уже зарядим. Такой калички. Ну у нас здесь вкусненько в реке, да. Я немножко поснимал, поснимал. Но я напоминаю, что это круто. Я когда сплавлялся по этой реке, я сплавлялся по этой реке, даже вот из-под вот этих арок выплывал снизу. Нам рассказывали, что вообще-то вот это вот то, что цветет, это экосистема важная. И почти весь кислород его дают не деревья, которые вон те деревья, а его дает морская вот эта ряска и все такое. И короче говоря, это хрен, это бигдил. И чистить реку нельзя. Кого снимем? Кого снимем? А, да, чуваки, Powerbank. 40 долларов на Патреоне и он ваш. Только скажите заранее, потому что мы все раздали, все 6 в этот раз. А вот, да, здесь гравировочка. Не знаю, видно, нет? Да видно, что я приблизняюсь. Все видно. Xiaomi Powerbank 3 Pro. 20 тысяч миллиампер часов. Он огромный. Вот с гравировочкой UF Design. Будет ваш. 40 долларов на Патреоне. Спасибо всем, кто занес. Я должен был взять, показать футболки. Но я их забыл. Куда я втыкаю эту дерьмо? А, вот в эту. Вот. Должен был взять, показать футболки. Забыл. Вот. Ну, как бы забыло, забыл. Вторять. По Лебедичу, да. Должен был взять стикеры. Тоже забыл. Маска. Ну, маска на мне. Ну, как бы забыл, забыл. Но, опять же, по поводу маски, я не знаю. Мы с Никитой подсоветуемся. Вообще, это типа лимит. Лимит, Саня, не дает. Она такая, да. Она не до конца. Все. Вот. Что ты понимаешь? Жалочно. Вот горит. Низкий уровень, да. Ну, низкий, низкий. Да, но я хочу тебя не дать. Рэк, ты пережми. Окей. Рэк, пошел. Специфик. Голл-прощки классная штука, чуваки. Рекомендую. Даже для не экшн записи, а просто для говна. Такого, как вы сейчас наблюдаете. Вообще, на голл-прощке в основном не есть записи, а просто говно. Пордуху ты имеешь? А почему не показывает? Ты когда-нибудь взглядываешь, надо ли? Потому что во время записи не заряжается, но поддерживается. А, туда живем. Так. Поддерживаем. Так вот, здесь будет новый белый рынок. Еще один, вот в этом павильоне. Это я уже тебе говорю. То есть, фуд, как там это? Фуд-маркет. Фуд-маркет, да. Фуд-пространство. Будет новое. Так вот, возвращаемся к московскому метро. И это номера выходов. Я не знаю, то ли я неправильно понял, то ли Лебедич и Собчак не в курсе. Я думаю, не в курсе. Ну, если он ездит постоянно. Так и что ему эти выходы? Ну, понятно. Он на автомате идет, куда ему надо. Он-то знает, где Евросети, где ему выйти. Так вот именно. Или просто выходит, блядь, не там выше. Спускается и ориентируется просто на местности. Ты бы там говорил, у меня Собчак заранее на своей. Вот, да. Поэтому мне очень нравится московское метро. Мне очень нравится новый редизайн. Мне нравится то, что ты можешь зайти и сто тысяч миллионов раз ездить. Ну, господи, я провинциальное такое говно рассказываю. Это, в общем, очевидная хрень. Это самое, что мне нравится ссать мочой. Представляете, она такая желтая, теплая. Плюс московское метро. В Стамбуле, например, метро, станции не соединены между собой внутри. А, понятно. Соответственно, одна поездка у тебя это одна хрень. Ты сразу выходишь. Ну, ты можешь назад, конечно, поехать с дурачом. Но у тебя просто одна поездка это от станции до станции. А дальше ты вышел по земле, сколько такое шоу, и потом сел на другую станцию. Это немного неудобно, конечно, но в Стамбуле я, так понимаю, по-другому не выкопался. Ну, или просто легоси. Так было выкопанной. Либо так было. Как-то, да, стране есть такая хрена, наверное, спускается на вот такой вот качающийся фуникулер. Да, да, да. Ну, конечно, она не так, она подземный фуникулер. Но это тоже прикольно. То есть это реально штука, которая не поезд какой-то едет. А просто тянет на тросах, короче, ковидку. Угу. Прикольно. Кстати, о прикольных хренях. Вот это кедры. Вот это кедры? Вот это кедры стоят. И там именно вон есть один, который загибающийся. Он плохо проливался. И его, как-то даже назвали, типа Саша. Ну, всякие городские сумасшедшие. Ты, кстати, можешь его в карман положить, по идее, положить пауэрбэн. Ну, по крайней мере, вправо, где-то тянется. Просто, ну да. Ладно. Я еще по дамам выходил и думаю, блин, я уж был в этой курске на этом, на скетче. Еще в этой курске, еще когда мы записали советскую. Да вот, и я потом подумал, что ты наверняка будешь своей синей. Вот. Да. И это мне мама говорит, может, ты купишь себе новую же курску? Я говорю, мам, зачем? Ну, то есть, она есть. Там малая форма. Гранит на их не стоит. Блин, мне показалось, что там реально в птичке сидит. Я думаю, в птичке сидит. Тут просто неистовая какая-то жесть. Они не очень миловидные. Настоящие челябинские птицы. Ну, просто они, смотрите, сколько у них в водичке сидит. Я думаю, есть реальные птицы, которые тоже лакают там. Именно лакают. Думаешь, что там вода остается? Да, они халкают еще под... Там, смотрите, спуск есть один. Купаться будем? С него реально только разбежаться и нырять. Зачем с ним сделать? Я так думаю, что исторически когда-то здесь были лодки какие-нибудь, что-то такое. Тут мы должны подойти. Там именно скобы такие, древнегреческие еще, на которые именно привязывали тросы. И да. Я понимаю, да. Причем забор есть сильный вот тут, но у спуска уже нет забора. То есть там уже... Кстати, смотри, Китайку-то реально же убирают. Китайку убирают. То есть там тоже же типа пространство какое-то решили сделать. Арт-пространство. Да. И именно уже все убрали. Так что будет вообще кайф скоро. Это органный зал. Раньше это был кинотеатр. Вот. И там даже стереофильмы показывали еще, я не знаю, в супермолодости моей. Захотелось что-то газон снять вам. Ну, согласен. Хороший газон. Сейчас такая еще контрастность. Красивая такая цветность зеленая. Еще банан потом подкрутит. Будет как Breaking Bad. Все раз желтое. Это как... Видел мем? Мексика в реальной жизни. Да. И там обычный город с флагом. Мексика в кино все желтое по Breaking Bad. Классно. Как Алито, боевой ангел. Вот в тех же тонах. Был уже в этом органном зале. У нас еще был суперскандал. Потому что исторический органный зал в Челябинске был именно в церкви. Ну, в общем, так бывает. Когда в церкви есть органы. Смотри какие кенты. Это мы. Ну-ка. Кто какой, интересно. Это со спины как будто дрочит. Они, кстати, тоже на граните. Реальный. Так и что? Надо какой-то вывод метро сделать. Вывод. Метро классное. Московское метро еще более классное, чем любое метро. И чем Челябинское. Да, и чем Челябинское. Кстати, сейчас доделаю. Вот договорю вывод свой по метро. Потом ты скажешь свой. Потом про Челябинское метро скажу. Давай. Мне нравится, что там Мастеркард уже есть. Тупо, конечно, что только Мастеркард. Я не знаю, что будет, если визу поднести. Ничего? Ничего, я сделал себе Мастеркард. А, ну, согласен, да. Просто это. Там же это только в одном, по-моему, проходит. В двух. А, в двух. В двух левых крайних, да. Но на каких-то станциях, где мало проходов, там, может, и в одном. Просто что самые левые, это Мастеркардовский. Я вот тебе не делал тройку, когда там бывал. Не, я тройку делал. Работает. Ну, то, что работает, нет сомнений. У Шихси спиды какие-то? Это Столыпин. Памятник Столыпину. Наш реформатор царских времен. Это та самая курьезная клуба, на которой были... Именно уже используют слова, типа, курьезные. На которой ошибки орфографические, где веки, раны, там, эти, типа, залога. Да, да, да. Вот этот район называется цирк. Давай на цирке встретимся. Во-первых, потому что тут цирк, а вот этот перекресток называется вот так. Отлично, цирк. Такой неприятный перекресток, особенно, когда здесь не приходят на городах еще. Он называется китайский, и потому что там китайцы торгуют. Потому что там китайские вещи торгуют, там отнюдь не китайцы. А обычные люди, которые торгуют на рынке. Просто не пыль там, где-то торговочек. Так вот, и у нас реально технологичное метро. И то, что как-то они так сотрудничают с дубальгисами и другими всякими штуками, это круто. Все, можешь по метро свой вывод сказать? Ну, я согласен с Саней, что в Москве, потому что там отдельный вид удовольствия. И отдельный вид. Знаешь, Деван, это как сейчас думаешь, что пирамиды, это только не могли люди построить. Вот, да. А если бы это, кажется, НЛО прилетело. Вот, такое чувство, что московское метро и ТНЛ прилетело. Поэтому, да, это очень круто. Другие метро такие крутые, тем более, что... Хотя мне в Питере тоже нравится достаточно. То есть там тоже, ну, не то чтобы хуже как-то. Просто оно не такое большое. Вот. А, например, тут его там, допустим, в других странах, я знаю, это в Стамбуле, опять же. Там просто оно более новое. С него не так кайфует, потому что, как бы, нет каких-то исторических вот тем. Именно у нас как-то, ну, все советское, так и обалдево. Ну, в Москве уже тоже много станций, особенно новые, конечные, всякие там, дальние, которые уже такие, чисто утилитарные. Заходишь, и как в ТРК. Да, но исторические станции, это, конечно, круто. Так же, как исторические мусорки. На самом деле, нихрена не исторические, просто их из чугуна сделали, и все. И то, это, может, какой-нибудь там алюминий под чугун. Ты думаешь, может, это еще предстоящее стояло? Может быть, тогда их откуда-то достали, потому что еще пару лет назад они тут не было. Тут что-то, я думал, тут что-то написано, а тут просто какие-то такие неделя. Ну, может быть, там на самом деле написано, ты пидор сверху, да, когда, если с дрона снимать. Но у нас нет пока дрона. Можно написать на Патреоне, что если нам занесут еще 10 тысяч миллионов, мы купим дрон. Я не знаю, что мы будем снимать, но... Да что, здесь же то же самое, только с дрона. И сведем нормальный звук. Мне кажется, это хороший отмаз. Знаешь, типа, следующий, когда мы накормим следующий на Патреоне, гол, это будет по-быстрому изменим, это будет дрон. Вот, и не будем, короче, записывать там ролики обучающие вот это все. Ну да, я недавно, кстати, их тоже изменив эти голы, потому что они слишком близко как-то стали, обучающие ролики там, типа, за 600 баксов. Да, это такое. Я понял, что надо заднюю давать. Да, страшно. Да, да, поэтому давай на дрон просто купим дрон. Вот за 600 баксов интересно, можно дрон нормальный купить? Да. Так как бы мы просто можем купить дрон. Какая разница? За сколько баксов? Я не говорю об этом. Ну, он такая шляга, если все проехали, это шляга здесь. Ну, про метро мы закончили. Хочу сказать небольшой эфи в сторону РЖД. Я когда на электричках в Москве ездил, очень тупо, что нельзя на любой станции купить билет на любую электричку. Реально, приходишь на Рижский вокзал, ишь мне вот в сторону. Все, выключи на ЛТЕшка, заново съемки. У нас какой-то просто рок на улице выиграет. Здесь такой маленькой чертой колоночкой. Я знаю, хоть или я лайк. Почему у нас на городе рок играют? Обычно приходят на стрит-радио. Мне кажется, только раз выглядели. Нет, было с самого приятного. Вот, и, короче говоря, почему ты захочешь на курс, Они думают, а где Нахабино? Они реально сразу знают. Он не знал. И самое смешное, что удобная станция, которая поехать в сторону Нахабино, Красноборской, ну, короче, на запад, по Рижскому направлению. Она не на Рижском вокзале, а на Рижском вокзале. Надо так выйти, там подняться на какой-то пустырь. И там проходишь через уже еще один турникет, и там реально обстанция, и все, да, кажется, они... Как? Да, да, да. Как и так вообще, я не понимаю реально. У меня в Нахабино просто тесть живет, мне надо было туда попасть. Я прям... Ну, это приключение было. Может быть, ради приключения и стоит, так сказать. Ну, согласен, согласен. Я еще вижу, что он откалиброван уже под мой телефон, а твой легче чуть-чуть, и мне приходится вот так практически вести, чтобы его ровно держать. Но у тебя не стоит приложение Осмо, чтобы через него откалибровать, поэтому похуй. Ну да. Оп, отмяк. Я просто попробую туда-сюда, чтобы утром, как бы я сейчас стою, если я сделал. Главное, чтобы слушатели не... Ну, слушатели тоже, что... Ну да, потому что с этим нашим звуком... Дамвай, 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 дамвай. У меня 6.32. У меня-то просто 128. Да я знаю, у Алины тоже 128. Но что-то как-то вот я не знаю. Я еще из старой школы. Это не моя история. У нас две камеры. У нас две камеры. Вот такой... Ну да, можно еще один какой-то угрочек собирать. Мы можем пойти просто в сторону моего офиса, там поснимать маленькие улочки. Давай, давай. И пойти не в офис на советскую, а, допустим, дойти до свободы, какой-нибудь зигзаг там выписать. Там есть что посмотреть. Вы любите старые дома. Кстати, филармония имени Прокофьева. Знаете такого? Случки. Кстати, плюс чат, если знаете. Нет чата. Ну ладно. Это, кстати, будет запись видео. То есть это будет именно в паблике. Ну да, я согласен. Надеюсь, что будет запись. Она будет в паблике. То есть это как бы, ну, такая тема, которую все смогут посмотреть. Чтобы все увидели, как... Мы не только в Patreon положим? Нет, нет. В паблике, я что и говорю. Это конверсия. Все должны посмотреть на Powerbank и сказать вау. Супер. Вот так мы сделали круг. Опять кидим кирпичиком пришли. Круэс. Главное зеленый. Кирпичик. Да. Вот два дома, которые вы переделите. Это башни свободы. Потому что они на улице свободы стоят. Хорошо, что я заедил Powerbank. Я думал вообще взять просто как-то этот трофей. А, ну нет. Блин, вот это, конечно, опять же по Таиланду. Вот эти провода. Сверху? Да, это очень мало проводов. Ну, согласен. Это еще не страшно. Причем здесь-то просто трамваи. То есть если бы не трамваи, их бы сильно меньше было. Я бы встань, не знаю. Вот туда пойдем, через этот сквер. Можно вдоль него вот так пройти, но мы через него прям пройдем, чтобы интересного было. Может, прям по путям, чтобы настраивать, чтобы по-анужу кивая маска, чтобы не было. Это, кстати, типа какая-то тоже стелла, там нулевая верста, что-то такое. Нулевая верста. Только нулевая верста на той стороне Киров. Это, видимо, какая-то не нулевая. Мне кажется, что нулевая верстай. А, ну тоже нормально. Посмотрел, кстати, вот в этом интервью Лебедич и Собчак, они еще и по Питеру гуляли. И они какие-то прям худшие районы Питера выбрали реально. На которых прям вот, ну, посреди тротуара, на весь тротуар столбы стоят. Тротуары узкие. Да хуже, чем у нас. Реально уже хуже. То есть они какие-то прям... Я уверен, что там есть широкие, нормальные, большие тротуары. На самом деле, мне кажется, что не очень там много больших. Там много именно узников. О, не знаю, даже почему по Европе. Короче, у нас уже круто. У нас широкие тротуары, кстати говоря. Много где уже сделали широкие. Я понял, что много где сузили. И там опять же наш великий челябинский урбанист рассказывал, что уже бы и рады многие обратно расширить, но там, типа, гарантия 5-8 лет на работу и надо выдержать 5-8 лет и только потом что-то делать. Ага, окей. Ты вообще любишь, Никита, балет? Да, да. Но меньше, чем оперу, если честно. Балет я люблю какой-нибудь очень популярный, потому что не популярный, ну, надо привыкать к нему. Но какие-нибудь лебединые озера или щелкунчики, например, я вообще нормально. То есть, прям, именно балдею. Но опера мне больше нравится или какая-нибудь оперета, чтобы еще побольше разговора. Вообще, в принципе, мне больше нравится драматическим. Хотя я в детстве очень много ходил именно в оперу, где поют. Но ни хрена же не понятно, еще и на итальянском. И хотя обычно один мужик по-итальянски, потому что он прямо, а все остальные по-русски. Вот так вот, вот так делаешь и пиццу сразу начинаешь есть, но как-то не помогает. Да? Вот где? Почему здесь нету наискосок дорожки? Вот там есть, а тут симметрично наискосок нет. Проходится либо вот так обходить, либо вот... Слушай, если я тут еще такое придумаю, что ты заживешься... Блин, давай вот до туда дойдем. Давай. А почему до туда дойдем? Потому что там около картинной галереи очень прикольный закуток есть. Да. С супер старой кладкой. С кладом еще. Там кладка что-то? Так вот, я тебя перебил. Ну вот, да. Оперет больше слов. Короче, балет на популярный. Ну, популярный люблю ходить балет. Ну, ходить люблю, это смешно. Ну, типа, я бы посидел на балете, там, побалдел. Вот. А ты что скажешь? Я тоже люблю только драму. Я даже популярный балет не люблю. Мне именно по мужикам стрёмно. Я сижу и не понимаю, какого хрена. Я был два раза за жизнь на балете, и оба раза мне как-то не очень. А именно особенно я люблю, вон там у нас камерный театр дальше, именно постановки экспериментальные, где именно надо сидеть и думать. Вот это мне нравится. Там, где какой-нибудь Евгений Онегин, там все, стулья такие. Я тоже про стул хотел сказать. Стоят просто пластиковые, и чё эти футболки стоят. Интересная кладка. Вон там, в такой птеке. Так вот, да. Во-первых, стулья пластиковые, во-вторых, нет, я просто смотрел недавно, Ест она называлась, как же она называлась? Типа, бля, я не помню. Ну, там мораль в том, что чувак в итоге застрелился там, и досвидос именно от тлена. Что он там ходил, сначала просрал два птекла. И там именно суть была в том, что у него хотели именно, он в Питере, кажется, живет. И он ходил каждый раз к памятнику Пушкина. Так. И ему именно мерещилось, что он тоже там на дуэль решил пойти. И в итоге он именно с гопниками стрелялся, его тупо застрелили, у него квартиру отжали, в Питере старую и так далее. А он именно, ну, у него было смешение старого Питера и реального Питера. И это просто еще очень красиво, с образами там, мимами, пантомимами было показано, прям прикольно. Это ты где такой, Смайл? Вот тут у нас в Камерном. Но там стулья, да? Нет, там нормальный был реквизит, реально. То есть там как-то прикольно. Но какой-то режиссер супермолодой, возможно, моложе нас, постановщик. Что, ты будки снимаешь? Будки. Вот этот дом, он типа старый, но на самом деле он не старый, это уже новодел, его по новой сделали. А самый старый дом в Клятинске вот этот. Вот этот реально? Вот этот реально, да. Ну, он совсем нормальный был. Ну, вот тот, который вот правый, еще одноэтажный. Какой он был? Ну, там есть табличка, можно подойти, я не могу вспомнить. Ему больше там типа 120 лет. Все остальное, все, что у нас историческое, все уже восстановлено, это восстановлено и такая. Ну, он, кстати, даже не деревянный. Война, типа, наверное, убирится все деревянно? Может быть. Но он какой-то там полувоенный изначально был построен, поэтому он сразу был не из дерева сделан, чтобы если его подзарвали, то он хотя бы не весь сгорел. Да, да, все безусловно, мне не надо. Вот сейчас мы пойдем, где узкий тротуар у нас. Вообще, улица труда, это моя боль. Хотя, казалось бы, улица труда. Все любят трудиться, но вот тут не любят трудиться, все плохо. Нет, мы трудиться, чтобы пойти. Вот, да. А у меня и кладку, я любим. Ну, кладку уже делают, да. Но дальше будет прям узко. Ты, кстати, как зад такую плиточку? Ну, если бы она нормально была сделана. Вот не перепады вот эти постоянно. А то, что она хорошая, что тебе как? Ну, вот это все об одном. Это из-за того, что она из дерьмового бетона. Ну, то есть они... Бетонная плитка, если она хорошая, дорогая, классная, она тоже на века стоит, как брусчатка примерно. Но у нас не делают на века, поэтому о чем говорить? Узкие тротуары пошли. Это тротуаром-то стрёмно называть. Там внутри кладка старая, если видно. Ну, видно, конечно, что не видно. Ты что, это стреляет в меня уже? Стоит, боится. Тут парковочка есть. У вас нормальная тема? Платная. Узкие тротуары. Нормальные какие-то еще. Вообще, небо изменяется уж. Прям по дороге пояришь и все. Че не знаешь? Что-то мы как идиоты вообще выглядим. Да, нормально мы выглядим. Региональная гильдия риэлторов. Как ты думаешь, они выглядят? Нормальные или нет? Вроде не знаю, да. Выглядит стоящий. Вот. Но на нем, опять же, есть табличка, какого он года. И да. Причем, чтобы ты понимал, вот этим домом им владеют какие-то армяне. И с ними выходят на связь, типа, чуваки, давайте как-то оформим там, ну, сделаем объект там, пустим людей туда-сюда. А они тупо на связь не выходят. Они как бы его поддерживают так, чтобы он не развалился. Но не идут на контакт с краеведами. То есть... С краеведами. Понятно? Да. И шуток. Вот тут, между бизнес-домом Ньютоном и Павловским есть подход к новой набережной. Так. А, собственно, пошли и подойдем. Там вечером вообще нет людей, ноль. А сейчас там просто невозможно будет протолкнуться. Потому что все приехали бизнесом заниматься, в бизнес-домах. Вот, смотри, вот к этой хрени. Ну, вот к Ньютону и вот там Павловский. Шаху Матэ. Матэ, блядь, мятэ. Один из них любимых ресторанов. Мы смотрели здесь офис, но тут плохо. Помнишь, мы в Прагматику с тобой ездили? И там именно заходишь и вроде красивое здание, а внутри узкие коридоры, все такое хреновое. И да, вот тут так же. А я не помню, какое там здание. Ну, Гринплекс, вон там, на российском с тобой были. Ну, да, но я не помню, оно так красивое, или... Оно нормально отремонтировано, но там именно плохо. То есть ты заходишь, там супер узкие коридоры, сами офисы, конечно, нормальные, но, блин. Почему офисы просто подрать? Ну, то есть, типа, рульки, что-то, 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 ну, ну, да, ну, да. Когда ты идешь, и у тебя мраморные коридоры, и все красиво, то это лучше. Тут, чтобы ты понимал, отдаляют берег, чтобы набережную построить. И вот тут откачивали насосами именно. Вот эти двигатели стоят дизельные. Они насосы делают, чтобы выкачивать отсюда вода, и здесь заливать именно вот эти подпорки и так далее. То есть тут, короче, капитальное строительство, полное продолжение вот этой набережной. Тут тоже эти малые корки. Да, да, да. И там, мы вот не пойдем, но там вот дальше, вдоль этой набережной, есть старая стена. Вон туда пойдем до свободы. Старая стена, именно кладка тоже. И там именно как раз, как я тебе сказал, есть старые крюки там, ну, им по 150 лет, где раньше лодки привязывали. То есть можно сейчас там свою лодочку провязать? Ну да, я правда не знаю, теперь сохранили это или нет. Я там был полтора года назад, когда это еще было. Когда еще не было ни насосов, ничего. Сейчас уже, может быть, все просрали. мне кажется, через 10 лет сами откроют туристический Челябинский. Как раз, когда уже можно лодочку будет провязать там. И когда здесь доделывают вот эту креновину, тогда метро возможности сделают. Блин, круто. Вот это первая электростанция Челябинская. Вот это первая электростанция. Вот это, да. Имени Колбина, потому что он же ее и построил. А вот там рядом здание, синенькое, это его особняк, Колбина. Он жив рядом со своей электростанцией. Там внутри до сих пор всякие немецкие турбины, суперкрутые штуки и так далее. Опять же, ведут переговоры краеведеды, чтобы туда начали пускать людей. Там, чтобы ты понимал, рядом самосвал с камнями. Причем они как-то так ссыпают по одному камешку. Нет, чтобы сразу все ссыпать. Так вот, они именно одиночные были. Ладно, не будем доснимывать. Поверьте, он высыпал это все до конца. Так вот, ну, они тоже не выходят на связь и плохо все. Надо уже как-то политически приезжать и будет... Сейчас видео скажем, но все осталось. Согласен. Вот это новый медицинский центр построили. Так смешно, что там пакетами закрытый медицинский центр, но в целом видно. Они интригу соблюдают, у них контракты. Только с какого-то момента можно будет сказать, что это медицинский центр. Смотри, вот видишь здание. Вот, вот это вот. Вот это здание, его тоже выставляли на торги и типа его выдадут в долгосрочную аренду, если его отремонтировать. И какой-то чувак молодой, он сейчас, по-моему, в Йобурк уехал, он взял его в аренду, типа, да, я отремонтирую, выкладывал там в ВК, как он туда заходил, там думал, где нанять пескоструй, чтобы там все очистить и так далее. Так. Вот, а потом, когда он узнал, что оказывается, это надо было в течение года сделать, а то контракт не работает и еще его оштрафуют, он сразу слился просто на тех, там начал бодлить говно и все. Бесславно достаточно. Как-то супер. То есть, нам, если что, если мы будем покупать такое знание, надо сразу узнать. Да, да, надо сразу весь договор читать. Там будет очень много звездочек, мне кажется, в таком знании. Вот в этом здании голубом у меня бабушка работала раньше. Здесь было что-то типа с... ну, она в Министерстве сельского хозяйства работала. Вот тут что-то вот из их было тем. А вот там я тебе это еще раз рассказывал, за углом вот этого вот здания Челябинская синагога вот так зашел во двор и туда прошел. Идем туда воплое. Еще раз начать. Тут вообще норм. Плывем. Но вот тут уже нормально. Уже можно вдвоем идти. Правда, вон там справа вообще нельзя идти. И тут вот это так смешно, да, что вот эту тряпку повесили, на которой типа как примерно будет. И там вот эти ворота, какая-то хрень, я не понимаю, это автомойка что ли? Или что? Какие-то боксы, блин, для машин. Будет вот так. Да. Но типа лучше бы даже не вешали, как раз. Согласен. Сейчас еще во дворик зайдем один. Напоминаю, здесь в ноябре 17-го года Челябинский комитет РСДРП принял постановление о вооруженном восстании восстановления Челябинской советской власти. Хой-хой. Да. Правда, вторым окном евро-окно. Да, там стеклопакет. Но зато фасад не испортили. Тут весь пони экспресс, чтобы ты понимал. Бригада по замене трансформатора. Интересно, бригада, она все еще работает или нет? Вот она электростанция. А вот это совне колбина. Так, монументальненько выглядит. Сразу кажется, как будто ты в Манчестере в каком-то или в Ливерпуле. Там куча таких красных кирпичных зданий. тоже. Это же тоже рабочие города. Вот, да. Что ты говоришь? Ну, нет, ты что, здесь жипонний экспресс. Там сейчас реально будет вот МЖ, как ты хотел. А вы кто такие? Мы так ходим. Архитектура интересуемся. Сейчас выйдем на свободу вон там и все, не помещаем. Тут машины моют, между прочим. И тюнинг спортивный оказывает. Все серьезно. Сам понимаешь. Вот это не дострой. Это должен был быть Конгресс Холл тоже к саммитам. Но нет никаких саммитов, поэтому нет и Конгресс Ко. Ну да. Здесь вообще ничего нет. Просто пусто пусто. Ну нет, ты что, тут строят, делают. Там вон здание сгоревшее, которое я фотографировал впереди. И тут еще обрати внимание. Вот смотришь на эти деревья и скажется как в детстве, да? А знаешь почему? Потому они не кранированы. Как чел не обрезал. Они вот как растут, так и растут. Похрену там тополиный пух, не тополиный пух. Растут и растут. Просто тут нет людей, мини-куфер. Нет людей, поэтому никто не парится за то, что здесь тополиный пух и все такое. еда. Вот это тоже такой старый Челябинск. Ты посмотри там какие-то землянки вон сюда. Да я тебе и говорю, что тут олдскульчина. Я выложил фото вот этого дома на реддите как раз в посте реклеймд бай нейчер. Типа мы где-то в центре Челябинска. Да-да-да. Там типа захвачена обратно природа. Что типа весь дом нахрен зарос. представь. Тут не только слушайте тут и зрителям просто представить приходится. Так что да. Тут нямка еще на полу. На полу именно. Ему кстати можно пойти нормально. Ну я проходил когда сухо было. Но сейчас мы туда не пойдем. Вы говорит кто такие? Я вас везем. Вот да. Проход для пешеходов. И закрыт. тут тоже избушки всякие друг другу жопами стоят. Смешно так. Вот и выходим на улицу свободы. Ну здесь пэта приоткрыта. Ну ладно. Хочется протиснуться. Ну там просто реально я протиснулся. остов дома деревянного остатки. короче вот то что там сгорело вот этот торец этого здания. А мне вас зайти там можно? Ну технически да но уже что-то не охота. Тут всякие развязки. Тут как в Питере. Тротуар. И тут тоже. Вот это реально как в Питере. и собственно опять же уже упомянутый нами Челябинский урбанист снимал вот этот кусок чтобы две полосы вообще нахер не срались. понятно так бы ходили. Потому что опять же он показывал что вот как только сделали там малые формы и лавки там сразу тусоваться начали по стронхолду только ты здание построил да 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 и так же и тут как только тут сделают норм сразу будут тусить тут еще тем более мамины находки так я знаю но не хожу я же не мама центр декорирования элитное жилье по тебе помнишь сюда ходили в эту красную ферню в центре получения квалификации я только не помню зачем по моему нас в метран звали тут да да тут переходим прикольные вот эти проворота понимаешь для чего они вот эти черты нет для лошадей то есть туда именно да 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 ты спешивался и лошадь туда заводил вот это тоже типичный купеческий дом снизу каменная и там на самом деле цоколь еще на полтора этажа вниз или метра или даже на два и там типа в подвале все хранилось а тут они торговали прям с этих сворот составен да причем там нет стеклопакетов уже никаких ну понятно а в Челябинске вообще никто не живет только мы мы с вами сейчас сядем в ерунг вот да тут тоже какая-то штука а или это пеликан или что там шняга сейчас мы посмотрим вроде да если я про это какую-то частную там школу говорю то вроде это она напротив собственно элитного жилья по тебе тебе какая больше нравится которая как мак коричневая или белая честно честно скажу никакая на мой стоит эх а че это никакая да они слишком любые а после того чего так мы довели землянки тоже сгорят согласен школа пеликан да я был прав но просто видишь тут инфраструктуру тебе говорить в смысле там проводка хотя бы нормальная и трубы я только об этом это чисто практическая ну и там опять же фитнес зал бассейн на первом этаже для жильцов ну как для жильцов наверное так можно пройти но жильцам тупо ближе аренда 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 вкусненько мягко острые ножи каждый раз я тут хожу и тут типа супер какие-то японские ножи и каждый раз думаю что когда-то я и ну как бы этим заинтересуюсь ну просто ножами именно по мужикам кто-то вот начинает огнестрельным оружием интересоваться а мне кажется я ножами заинтересуюсь сколько времени вообще хорошо просто я не знаю этот телефон-то не разъявился ну нет я так помню 1224 еще живем может до твоего офиса дойти он же идет только тут ну да я что-то срать хочу ну собственно в офисе и посру туалетка вроде есть я не знаю дослушали бы до этой пыли нет вы просто на ней включили случайно ты-то видел я посмотрел как банан смешно бас-бустнул и кроме бас-бустнул я там говорил подмонтировать он именно тоже там супер громко сделал и закидал все никами веб-сайне вообще здесь веб-сайне там просто весь экран веб-сайне закидан смешно я к сожалению не посмотрел но я посмотрел обязательно наш подкаст на самом себе вот да в этом здании мы тоже хотели снять офис был свободный только вон тот под крышей с тремя окнами красиво но он там какие-то 45 в месяц стоил мы посчитали нам это не нужно а вот это здание продают за 32 миллиона сейчас бизнес-центр свободы оно где-то там зависло в торгах каких-то там в залогах вот его реально уже очень дешево отдают хотя 2-1,5 года назад до 150 отдавали там потому что тоже надо здесь там мы тоже хотели снять но не сняли и вот здесь вот это здание банку Раулига он теперь не рабочий ну в смысле теперь это не банк теперь они тоже все в аренду просто сдают его тоже продают по такому же залогу какому-то за ноль вот но оно-то вообще нахрен не нужно там даже уже на входном на входных этих там типа турникет там стекла разбиты их никто уже не ремонтирует так что там внутри плюшка из кострой это тихий центр вот здесь вот был ресторан Рулс даже я встану и тебе расскажу эту историю хотя я тебе наверное ее рассказывал вот именно вот это угловое помещение это был ресторан Рулс и это был именно английский ресторан с членскими взносами и он короче не взлетел с членом да ладно вот они потом его сделали они его отделили на кусочек от него сделали что это кофейня Рунис вот а это остался Рулс но уже не клубный ресторан потом и это не поперло ресторан до сих пор в аренде вместо кофейки Рулс была кофейня два гвардейца которую именно мы ходили много с Алиной потом два гвардейца тоже накрылись теперь там на ноготочке нужно записываться ну это закупай поперешь да а вот Рулс так и не сдали все еще в аренде и в продаже там рядом еще в польбейке но это тоже собственно им приближит помещение просто они удачно не сдали в польбейке и откуда это все знаю я просто им звонил созванивался спрашивал вдруг у них где-то еще есть что-то подешевле поменьше ну туда не пойдем наверное помнишь когда-то в Челябинске был салон Кадиллак вот я хочу вспомнить где именно Алина говорит что прямо вот тут что вот этот выезд еще там был и вот это все я не помню Банни Борро здесь был ресторан Белый Кролик он был тоже именно супер дорогой с авторской кухней но потом он не попер его продали теперь здесь Банни Борро кроличья нора и он уже такой приемлемый по ценам это бизнес-центр кабинет наши арендодатели это тоже их здание у них основной офис здесь в нем прикольное место но здесь не было ничего хорошего под наш размер свободного смотри там один какой-то балкончик да это тоже у меня Алина говорит вот кто-то жене своей сделал я говорю ну стопудово доминантом да ну там в следующем здании таких доминант вон там везде эти балконы там тоже жене все сделали вот да там просто много уже женатых только один да и кстати наш арендодатель мне рассказывал что вот этот сбербанк постоянно к ним приходят и требуют чтобы ну не требуют а торгуются чтобы аренду снизили арендную плату я вот не понимаю а что у сбербанка не московский офис за все сразу пошляет просто сколько надо и все почему у них есть личный свой какой-то интерес что ли чтобы каждое отделение там подешевле снимал я этого не понял какие-то заходы тоже по Англии уже да это тоже историческое здание Пушкина 15 у нас один из депутатов причем депутат Калининского района здесь тусит у них здесь офис мы тоже у них хотели снять офис но они нас не пустили к себе в тусу сказав у нас тут кабинеты на ключи не закрываются а вам надо по ночам там иногда приходить по вечерам поэтому пошли нахрен но было прикольно какой-то у них офис на этот экземпляционин не закрывают на ключи кабинет но они закрывают только вход вот собственно его машина вот там здек находится в который я постоянно хожу он здесь близко между домом и офисом прикольно может до синагоги все-таки дойдем и узнаем ну блин она просто прикольная я тебе хочу показать мы тупо дойдем и обратно вот в этих продуктах я ни разу не был но и не охота помнишь у нас на Кировке были продукты именно ну на Карла Марксе она до сих пор есть но там я был смотри тут доминант справа слева от здания такая колоночка да да для жены друзья вот мы Никита сейчас много где прошли тебе где больше всего понравилось именно с точки зрения как ты говоришь каких классных домов мы посмотрели мне понравилось это как где нам мужик сказал что кто такие вот она прям реально сильно старая вот прям видно что вот прям вообще ну да ей тоже там типа 111 лет или нет она 911 года стало быть ей 100 лет но просто суть в том что она еще именно в старом стиле сделана то есть вот то что ты показывал мне самое старое здание оно типа такое ну самое старое оно просто отреставрировано а это именно прям оно не отреставрировано да да прям старое и прям вообще ну я кстати с тобой согласен мы просто еще не были в закутке у картинной галереи там такое же старье только там еще опять еще больше по Манчестеру потому что там как-то из-за того что это видимо картинная галерея ее строили круче чем электростанцию и там кладка еще красивее просто да то есть в этом есть хотя бы прикольный реально видно что сотка лет было девочно если бы там только рядом не было никому это уже не плохо ну там наверное в Украине что-то плохо скорее всего ну опять же напомню там немецкие турбины стоят так что возможно там и внутри неплохо там немцы возможно все еще с 45 августа вот да вот в этой двухэтажке жить там интерфейс есть кстати я смотрел он еще заключенным строился немецкий наверное вот этот участок кстати здесь еще год назад мы ходили с Алиной здесь было супер покосившееся говно которое собирались сжечь собственно сожгли и там еще чувак именно стал вот и сейчас все тут просто закатали в асфальте я так понимаю чувак просто заморозил участок он его купил пока не готов на нем ничего делать он его просто заасфальтировал чтобы он не это ну плохо ему не было а вот там синагога что мы идем до них нет нет я так близко к ней ни разу еще не подходил мне нравится просто издалека на нее смотреть там звездочки и машины видимо кто-то ходит ну тут как обычно еще гаражи какие-то но вот да главное что мы вам сейчас не отстрелили ничего за то что мы это сняли вот в этом здании до какого-то года до позапрошлого была редакция газеты Челябинский рабочий но потом газету закрыли и соответственно ну редакцию тоже распустили мы в этой же редакции хотели там пару комнат снять там было супер антураж на огромные стеллажи там с газетами с всякими принтерами старыми и так далее но нет не получилось но это немного не те но в общем как бы из той же с той же темы ну подожди а если бы офис снимать вот из всего этого ты бы выбрал что-нибудь стеклянное бездушное или тоже что-нибудь олдскульное или между этим что-то если бы можно было олдскульное конечно я бы выбрал олдскульное но просто мне кажется что был сильно комфортно олдскульное именно в плане опять же вот ну смотри а дело еще к тебе ходят клиенты или не ходят так тем более а если ходят им плотнее им тоже ну подожди а им писать как ладно ты сам ты как бы уже подстроишься как-то там ну не знаю не знаю но вообще из новых мне понравилось то где вы не сняли где за 100 5000 подавок да да согласен вот она жопа у него там кстати все как надо на фасаде ни одного кондиционера а с жопой их миллиард ну да да то есть там вот выглядело конечно лакшир ухой ну вот вот да ну а из старых вот это я не знаю ну это реально крутое но причем буквой п то есть так кажется что это кубик такой а на самом деле нет там сзади это буква п ну просто если бы там был кубик то там было бы много комнат без окон которые именно в центре находят ну или огромные залы 50 квадратные вот но тут не так тут буква п сейчас пойдем на улицу советскую где бы вы думали я мог снять офис только на улице советской не не нам туда переходить мы уже не будем знаешь девято как это все мы уже не будем никуда переходить а я еще надумал в хвост не 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 тут это учитывая что когда ефремовичи приезжали мы с тобой до туда тоже доходили с ними видимо ты в мешке был на голове или что-то вот в этом районе прекрасно все кроме вот этого красного белого видеть сведос там особенно вечером всякие маргиналы ходят не нравится вот так в целом тут вечером идешь здесь вообще никого ни одной машины ни одного человека вот когда сейчас тут идешь и здесь миллиард машин и миллиард людей это странно здесь капитал на улице карла маркса бизнес-центр капитал а? как вам? символичник вот да бочка вообще очень классный бар иногда не только похавать иногда хочется туда на обеде зайти и вечером уже выйти ну как это нет недавно был просто же Саня-то их обслуживает как сисадмин я с ним захотел там все много вон 17.09 анимация happy end вот на эту хрень я блевал я не знаю лет 10 назад наверное на этот забор тоже который в подкасте обсуждали ну в целом я думаю можно не устать согласен кофейне апельсин хотел на нее ходить на бизнес-ланче постоянно но там чтоб ты понимал всего один бизнес-ланч неделю каждую неделю меняется и каждую неделю какое-то говно но кофе там очень вкусный и регулярное меню там очень вкусное вот такой дом на кофе блин я не знаю его вообще видно или нет вот такой вот улица советская в ту сторону ничего не видно и вот в эту сторону вот тут уже где-то мой офис где-то в глубине тут прикольно тут очень зеленая она пока ну да за счет этого обратно где-то с вами ну да здесь немка на полу конечно тут зато травушка там шаурмячная за углом где лодочки можно покупать и сосиски в тесте вот это здание вот тут у меня офис на пятом этаже вон там под козырьком под самым хотя признаюсь честно вот это следующее здание где КПРФ мне нравится больше не потому что там КПРФ а потому что оно как-то живописней стоит ну не знаю ну может и да просто ну я так понимаю они тоже все одного хозяина так сказать ну да вот тут кстати смотри супер низкая покосившаяся тоже хрень которую я думал мы репетировать будем вот в этой там когда-то была часовщика мастерская тут супер покосившаяся деревянная такая лестница внутри и да а тут вот на этой улице находятся всякие неизвестные ноунеймовые банки не понимаю как они все еще работают но видимо что-то они знают чего не знаю я этой жизни советская односторонняя сейчас только в ту сторону поэтому поэтому все машины в ту сторону стоят а вот тут постоянно от пенсионного фонда или от какой-то фигни очередь людей на улице даже когда был супер коронавирус здесь просто по 40 человек стояла толпа и да вот видишь через дорогу тоже уже подсожгли здание я так думаю что через пару лет что-то как-то опять тут будет изменится за рубль наверняка да ну вот что что я могу сказать здесь заканчивается наше путешествие спасибо за то что посмотрели пришел да я не знаю вы сочтете ли вы это за скетч потому что вообще у нас официально гол был что когда нам будет заносить 400 в месяц мы снимем скетч вот скетч это или не скетч вот в чем вопрос мне кажется особенно как банан это порежет в зависимости от того как это будет смонтировано это будет скетчем являться да потому что здесь не было какой-то цельной истории кроме того что просто мы смотрели Челябинск и обсуждали московское метро по бреду ну это самое время обсуждать московское метро ну че я не знаю завтра мы запишем подкаст или не завтра ну пишите как вам такой формат даже если там ничего не было слышно просто интересно посмотреть или неинтересно скажите куда еще сходить может быть в парке прогуляться может еще какие-то варианты давай пойдем ну да мы сегодня умышленно были именно не в парке где мы обычно были а именно по городу прошли и даже мы когда с тобой были на стриме прогулки мы по другому городу шли по другой части да то есть в принципе мы сегодня не повторялись да это как-то круто ладно че будем тогда ну прощаться будем прощаться все давайте уже знаешь вот так все пока чуваки уже снимать вот там будет спасибо то что вы это вы кстати гоупрохо тоже с подкастом денег была куплена да у нас все с подкастом денег куплено куртка моя и этот стедикам тоже ну короче будет круто давайте подписывайтесь на канал да заходите на патреон там будет стопудово эти гудисы футболки давай а мы еще раз это последнее объявим 40 долларов это пауэрбэнк 20 долларов это футболку 10 долларов это супер стикер который вырезать надо вот да пауэрбэнк это единственное чем мы сегодня можем показать вот и за 5 долларов обычные стикеры кстати стикеры у ВДГеймс я не знаю будем мы делать вторую серию или нет я еще пацаны свои продаю по двойной серии у меня есть еще не наклеен вот да поэтому мы обсудим скорее всего надо сделать вторую серию у нас уже там дизайн-то сменился так вот вот и почему бы нам просто не класть чтобы вы еще и на ВДГеймс тоже подписывали будете просто в гугле забивать ВДГеймс и да вот эта парковка кстати 10 рублей в час стоит ни хрена она не стоит дороже дешевле чем наши стикеры вот да ладно давайте всем пока спасибо что просмотрели увидимся в ютубе пока так так пишем снова сука так тупо ну ладно конкурс так 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 так